Утро в Щелковском пожарно-спасательном гарнизоне традиционно начинается со смены караулов. Проверяется готовность подразделения к проведению боевых действий по тушению пожаров, прием-передача служебной документации, проверка состояния помещения дежурного караула, территории подразделения, исправность техники и оборудования. Все четко по нормативам. Того требует профессия. Ведь от готовности подразделения и личного состава зависят жизни людей, попавших в беду. В профессии очень много людей, которые работают уже не один год и не два. У многих стаж службы уже перевалило за 20 лет, за 15 лет. И они также продолжают с любовью, с большим уважением относиться к своей работе, ходить на дежурные сутки. И очень любят и горят этой профессией. На территории Щелковского пожарно-спасательного гарнизона прошла аттестация личного состава, представителей других гарнизонов и пожарно-спасательных частей МОЗ «Облпошспаса» на квалификацию «Спасатель». У нас имеется несколько категорий спасателей. Это просто спасатель, спасатель третьего класса, спасатель второго класса, спасатель первого класса и спасатель международного класса. Спасатель третьего класса должен владеть тремя профессиями, спасатель второго класса – пятью, и спасатель первого класса – семью профессиями. И дополнительное свете для спасателей международного класса – знания иностранных языков и медицинское образование. Чем выше класс, тем больше требований. Испытания проходили на семи учебных точках. Теоретическую часть сдавали в виде теста. Нужно было ответить на вопросы по разным дисциплинам – спасательное дело, пожарная тематика, медицина. От теории к практике. Умение оказать первую медицинскую помощь пострадавшему проверяет на манекене. Моделируется ситуация, ставится задача личному составу, и личный состав уже выполняет. Правильно наложить жгут так же важно, как правильно завязать спасательный узел. Их используют при спуске или фиксации пострадавшего, а также при разборе строительных конструкций. Любая аварийно-спасательная работа требует применения узлов и специального оборудования. Здесь личный состав показывает свои навыки и знания при работе с механизированным инструментом, это рез бензопила и гидравлическое оборудование. Соответственно, комиссия проверяющая смотрит на правильность работы, последовательность действий и правила охраны труда. Нормативные требования к физической подготовке могут отличаться в зависимости от возраста специалиста. Чем старше спасатель, тем меньше требований. А вот надеть защитный костюм радиационно-химической и биологической защиты L1 быстро и правильно должны все. Аттестацию сдают все, но работу никто не отменял. Поэтому личный состав Щелковского пожарно-спасательного гарнизона в любую секунду готов выехать на вызов. Кстати, по нормативу, чтобы огнеборец накинул на себя боевую одежду, дается 21 секунда. Боевая одежда пожарного или, как называют ее сами огнеборцы, боевка всегда на готове. И в день аттестации дежурному караулу Щелковского пожарно-спасательного гарнизона пришлось выезжать на вызов. Загорелась квартира в микрорайоне Чкаловском. Спасли семь человек. Пожарный – не работа, а призвание, говорит майор внутренней службы Константин Юрин. Здесь люди не ради денег, не ради работы, потому что работа специфическая, сложная, опасная. Но она приносит огромное удовлетворение, приносит огромную пользу обществу. И любой из пожарных, спасателей, доработав до пенсии, может сказать, что он не зря прожил свою жизнь. У спасателей есть такая поговорка очень хорошая – прожить одну жизнь, спасти тысячи. Вот очень правильная, правдивая поговорка, которая очень хорошо описывает нашу профессию. Несмотря на то, что из высших и средних учебных заведений ежегодно выпускаются сотни специалистов противопожарной службы, люди с храбрым сердцем и желанием помогать другим требуются всегда. В Щелковский пожарно-спасательный гарнизон требуются кандидаты по следующим вакансиям. Пожарный, старший инструктор по вождению пожарной машины водитель и старший водитель. Все желающие кандидаты по вопросам трудоустройства могут обратиться по адресу город Щелково, улица Советская, 21А. Мы с удовольствием воспринимем свои ряды. Аттестацию и личный состав гарнизонов проходят раз в три года. Но пожарные спасатели держат экзамен каждый день. По состоянию на 1 июля этого года щелковские огнеборцы произвели 619 выездов, спасли 65 человек и эвакуировали 415. Эти цифры только подтверждают значение слогана 37-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Московской области. Предотвращение, спасение, помощь.